Hello! Сегодня расскажу о третьем задании устной части ЕГЭ по английскому языку формата 2022. Поехали! Начнем с того, что было раньше, то есть до 2022 года. В третьем задании устной части нам предлагалось описать одну из фотографий, которые есть у нас в альбоме. То есть теоретически на данных фотографиях мы видели своих родственников, друзей, именно о них нам нужно было рассказать. Конечно же, мы придумывали эту историю, и главное, необходимо было составить рассказ по определенному плану. Великолепный план, Уолтер! Надежный, как швейцарские часы! То есть описание картинки мы составляли не от себя, а по строгому плану. В общем-то, как и всегда в экзаменах. Казалось бы, задание достаточно интересное, но к чему все сводилось? Чаще всего картинки были достаточно однотипные, и ученики очень часто просто заучивали описание и говорили практически одно и то же. То есть в определенный момент составителям экзамена стало понятно, что они проверяют не спонтанную речь ученика, а проверяют какой-то заученный шаблон. К чему теперь пришли составители экзамена, и что нам предстоит сделать на ЕГЭ 2022 в третьем задании? Посмотрите, пожалуйста, как выглядит задание нового формата. Перед вами интервью, а именно пять вопросов, на которые вам необходимо будет дать ответ в двух-трех предложениях. Те, кто уже сдавал ОГЭ по английскому языку в девятом классе, могут заметить некоторое сходство с тем заданием, которое они уже выполняли. Да, действительно, данное задание взято из формата ОГЭ. Так же, как и в ОГЭ вы отвечали на заданные вопросы, в ЕГЭ будет тот же самый формат, но есть определенные особенности. Что важно, на каждый вопрос вы отвечаете в двух-трех предложениях, не меньше. И даже если перед вами общий вопрос, for example, do you have a dog? Но, на самом деле, таких вопросов должно быть по минимуму, на которые, кажется, можно ответить yes or no. От нас все-таки в одиннадцатом классе требуется дать развернутый ответ на каждый вопрос. В этом видео я покажу пример ответа, который вы можете дать на экзамене на конкретно поставленный вопрос. Какие темы могут попасться вам в этом задании? Как всегда, устная часть ЕГЭ по английскому языку ограничена списком тем социально-бытовой сферы. То есть, все, что касается учебы, все, что касается хобби, семьи, работы. То есть, все, что вокруг нашей жизни. Именно эти лексические темы мы можем встретить в устной части ЕГЭ по английскому языку. Поэтому я убеждена, что каждый ученик одиннадцатого класса способен с легкостью выполнить данное задание. Главное — практиковаться. На моем курсе подготовки ЕГЭ по английскому языку мы регулярно практикуемся, в том числе и с этим заданием, а также на занятиях разбираем сложные задания, такие как четвертое задание устной части и сороковое задание. Таким образом, благодаря постоянной практике мои студенты приходят к замечательным результатам. Всегда за вторую часть экзамена, а именно раздел «Письмо» и раздел «Говорение» мои ученики получают максимальные баллы. Подробнее о подготовке ЕГЭ по английскому языку вместе со мной читайте в описании к этому видео. Поговорим о том, как ты будешь решать это задание на экзамене. Еще раз напомню, как выглядит задание. Здесь перед тобой текст. Однако, этого текста не будет на экзамене. Ты будешь прослушивать вопросы, а не читать их с листа. Что важно, запись можно послушать только один раз. То есть, ты услышал вопрос, и сразу же нужно давать ответ. Нет, напомню, два-три предложения необходимо дать в виде ответа на каждый вопрос. И на ответ у тебя есть ровно сорок секунд. В эти сорок секунд, конечно, если ты где-то запнулся, что-то не так произнес, ты можешь повторить еще раз это слово или повторить целое предложение. Запомни, эксперт засчитает последний вариант произнесенного слова, последний вариант предложения. Даже если предыдущий был правильный, ну, значит, тут последний вариант. Всего в этом задании пять вопросов. Тебе необходимо, соответственно, дать пять ответов. И пять баллов максимально ты можешь получить за это задание. Разберем критерии оценки. Как эксперт будет оценивать твой ответ? Эксперт, во-первых, обратит внимание на объем твоего ответа. Должно быть не менее двух-трех предложений. А также ты должен дать точный ответ на поставленный вопрос. То есть, если тебя спрашивают о том, есть ли у тебя собака, или расскажи, пожалуйста, про твою семью, важно дать точный ответ на данный вопрос, а не говорить о каких-то других темах. Например, начать рассказывать про свой город, хотя вопрос тебе задали про семью. Но я думаю, что это понятно. Следующие критерии. Грамматические, фонетические, лексические погрешности, которые могут выявляться при ответе. Может быть, ученик немножко заживался, что-то там немного исказил произношение слова, но при этом смысл понятен. В этом случае эксперт все-таки поставит один балл ученику. А за что же эксперт не поставит ни одного балла, то есть ноль? В первую очередь, если объем ответа не соответствует требованиям. То есть, вы дали какой-то однозложный ответ, да, нет, или просто одним предложением ответили. Данный ответ не будет засчитан. Кроме того, если вы ответили не по теме, как я уже приводила пример с семьей, и начали рассказывать о чем-то другом. Данный ответ также будет оценен экспертом в ноль баллов. И еще важный момент. Фонетические, лексические, грамматические погрешности, которые мешают восприятию ответа. То есть, те ошибки, которые вы допустили, например, меняют значение слова, грамматическая конструкция неверная и искажает смысл. В данном случае эксперт будет вынужден поставить ноль баллов за ваш ответ. Ну что, попробуем попрактиковаться. И я предлагаю вам лично, самостоятельно ставить на стоп-видео и продумать, а какой бы ответ вы дали. И далее, после этих вопросов, я дам возможный вариант ответа на каждый вопрос. Таким образом, данное видео будет максимально полезным и будет носить в себе не только теоретическую, но и практическую информацию для вас. Это вариант задания из демо-версии ЕГЭ-2022. Посмотрите, пожалуйста. А теперь забудьте все, что вы видели. Сейчас я буду сама лично произносить эти вопросы. Предлагаю вам воспринять вопросы на слух, без возможности увидеть текст. А еще лучше включайте диктофон, засекайте 40 секунд и попробуйте наговорить ответ. И еще один очень важный комментарий перед тем, как мы начнем выполнять задания. В реплике могут прозвучать два вопроса, но не нужно отвечать на каждый из них по отдельности. Отвечайте на них в общем, в двух-трех предложениях. Предлагаю вам прослушивать мои вопросы только один раз. Как это будет на экзамене? Напомню, что после каждого вопроса следует поставить видео на стоп и далее записать свой ответ. У вас есть 40 секунд. Ну что, попробуем? Погнали! Ну что, дорогие студенты, всех поздравляю! Вы молодцы, вы справились с заданием. И теперь я предлагаю вам посмотреть возможные варианты ответа на каждый вопрос. Смотрите сюда. Это ответ на первый вопрос. Можете также поставить на стоп и внимательно прочитать ответ. Это лишь возможный вариант того, что вы могли бы сказать. Конечно, вы можете сказать что-то другое. Ответ на второй вопрос. Ответ на третий вопрос. Ответ на четвертый вопрос. И ответ на пятый вопрос. Очень хочется знать вашу реакцию на данное задание. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете. Стало ли задание сложнее, чем в предыдущие годы? Или вам кажется это задание максимально адекватным и нормальным? И, кстати, еще одной сложностью на данный момент является то, что озвученных заданий просто нет. Поэтому на своем курсе я сама лично озвучиваю эти вопросы и имитирую интервью. Мне хотелось бы поделиться этими материалами с вами и дать возможность вам также попрактиковаться с этим заданием. Проходите по ссылке в мой инстаграм, подписывайтесь на мой аккаунт, ищите пост проговорения 3. В комментариях нужно написать слово «практика». И я с радостью в Директ вышлю вам озвучку третьего задания устной части формата 2022, чтобы вы могли попрактиковаться и получить заветные 5 баллов за это задание. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Я регулярно публикую полезный контент, который помогает вам готовиться к ЕГЭ на максимальные баллы. Всем субтитры сделал DimaTorzok